В своем докладе я хочу немного погрузиться в ML-часть умной ленты и чуть более детально разобрать, как она устроена. Небольшая вводная часть. Первое, что видит пользователь, когда открывает приложение, это, конечно же, умная лента. Умная лента представляет из себя последовательность постов от авторов, на которых подписан пользователь. Также Андрей сказал, что у нас есть рекомендации. Это важная часть, но здесь, наверное, это мы вынесем за скобки. Проблема такая. Постов много, а времени у пользователей сильно меньше, чем постов. Пользователи не успевают смотреть все посты в их лентах, поэтому мы хотим показать пользователю самый актуальный и интересный контент, то есть хотим ранжировать посты по релевантности. Именно об этом будет мой доклад, о том, как устроено ранжирование умной ленты. Вначале поговорим постановку задачи, рассмотрим базовое решение, его плюсы и минусы. Потом я расскажу про нашу функцию потерь, которая перекрывает все предыдущие минусы и работает очень хорошо. Расскажу, как применить ее на практике, и в конце затронем немаловажную задачу подбора неких весов. Что это за веса, будет понятно дальше. Итак, мы хотим ранжировать посты. Как обычно устроено ранжирование. У нас есть какая-то функция, функция релевантности, которая принимает на вход в каком-то виде пользователя и поста и выдает значение релевантности. Это то значение, по которому мы будем формировать выдачу. Обычно в качестве такой функции используют модель машинного обучения. Чтобы получить такую модель, нужен датасет, который состоит из признаков и таргетов. В нашем случае таргет, это, как было сказано ранее, некая релевантность. Но что такое в нашем случае релевантность? С постом ВКонтакте можно провзаимодействовать огромным числом разных способов. Можно лайкнуть, откомментить, репостнуть, кликнуть на фото, раскрыть текст и кучу других разных действий. Их можно насчитать больше 20 штук. Каждое из этих действий так или иначе показывает, что пост интересен пользователю. Есть явные действия типа лайков и комментов, есть менее явные клики по фоткам и раскрытие текстов. Но так или иначе все эти действия говорят о релевантности. Именно поэтому мы формируем требования к нашей модели. Мы хотим, чтобы модель могла учитывать одновременно много разных кликов. Это позволит нам дать большую детализацию интересов пользователя. Например, некоторые пользователи много лайкают и совершенно не комментируют, а другие наоборот. Мы для обоих этих пользователей хотим хорошо ранжировать выдачу. Другой немаловажный аспект — это честность системы. У нас на платформе есть много различных типов контента. С каждым типом контента свои паттерны взаимодействия. Например, посты с собачками или котиками любят лайкать, а какие-то длинные тексты читать и комментировать. Учет различных кликов поможет нам соблюсти честность. Не будет такого, что одни посты заведомо будут ранжироваться выше других. Кроме этого, есть еще одно важное требование — гибкость настройки. Мы хотим учитывать много разных таргетов, но одновременно по всем таргетам мы не сможем работать идеально. Мы хотим уметь контролировать качество работы по каждому из таргетов. Если говорить про качество, давайте зафиксируем, как мы будем его замерять. У нас многокритериальная оптимизация. Мы хотим оценивать качество модели по каждому из таргетов. В качестве метрики, которую мы используем для того, чтобы оценить по конкретному таргету качество модели, это session level rock.a.uk. По сути, он показывает то, насколько правильно мы упорядочиваем посты внутри сессии. То, что мы делаем это внутри сессии, это прям такой ключевой момент. Мы считаем внутри сессии эту метрику и потом усредняем ее по всем сессиям. Стоит сказать, что мы не сразу пришли к такому виду метрики. До этого мы считали глобальные версии аука и другие глобальные метрики. Это приводило к тому, что зачастую у нас расходились результаты в оффлайне и онлайне, и это, соответственно, плохо сказывалось на нашей работе. После того, как мы перешли на такую версию метрики, ситуация улучшилась. Причина этого – такая метрика лучше соответствует задаче. У нас задача ранжирования, ранжирование внутри сессий. Соответственно, эта метрика идеально подходит под нашу задачу. Рассмотрим пример, как можно сравнить две модели. Здесь на самом деле кроется небольшая сложность. Пускай у нас есть какая-то продавая модель с номером 1 и есть две новые модели. Если рассмотреть модель 1 и 2, будет видно, что вторая модель выигрывает первую сильно по комментариям, но проигрывает по остальным. Если сравнить первую и третью модель, то будет видно, что третья модель выигрывает по всем таргетам, но чуть-чуть. Сравнить первую и вторую модель здесь очень сложно, потому что вторая модель выигрывает по комментариям, проигрывает по лайкам и кликам по фото. В общем, непонятно, что делать. Но точно можно сказать, что третья модель лучше первой. Сравнивать мы будем именно такие модели, про которые можно сказать, что одна модель точно лучше другой по всем таргетам. Модель 1 и 2 в данном случае мы считаем несравнимыми. Мы проговорили основные вещи. Можем зафиксировать формальную ML задачу, которую мы имеем. У нас есть датасет. Датасет состоит из признаков пользователей, постов, какого-то их пересечения и так далее. Он также состоит из таргетов, например, комментарии, лайки, клики по фото, любые, какие мы захотим. И еще одна немаловажная часть датасета — это идентификаторы сессии. Они нам нужны для того, чтобы замерять метрику, и на самом деле мы также будем использовать их при обучении. Модель выглядит стандартно. На вход принимают признаки на выходе скор, по которому мы ранжируем выдачу, и критерии сравнения, как проговорили, будем сравнивать модели по всем таргетам. Базовое решение такой задачи. На каждый таргет обучаем классификатор предсказывать вероятность того или иного действия, вероятность лайка, коммента и прочего. Итоговый скор — это взвешенная сумма предсказаний каждого классификатора по отдельности. Давайте посмотрим на плюсы и минусы такого решения. Из плюсов можно сказать, что можно быстро проверять конфигурации весов. Мы взвешиваем предсказания. От этих весов что-то точно зависит. Если мы хотим как-то это варьировать, мы очень быстро можем проверять конфигурации весов. Чтобы проверить одну, достаточно всего лишь перевесить предсказания. Не нужно ни прогонять модель по новой, ни тем более ее обучать. Но есть также и минусы. Здесь мы предсказываем вероятности. Они на самом деле не нужны. Мы хотим только ранжировать выдачу. Время инференса, пропорциональное числу таргетов. То есть чем больше таргетов мы добавляем, тем дольше мы работаем. Это критично. У нас есть коммиты по времени ответа. И такой подход не учитывает какие-то сложные зависимости между таргетами, потому что агрегация происходит в самом конце и имеет какой-то линейный характер. Давайте рассмотрим минусы более подробно. Начнем с первого. Мы предсказываем вероятности. Почему это плохо? Вероятности на самом деле это довольно информативная штука. В них содержится много информации. Например, вероятности можно сравнивать вне сессий. Если пользователь много лайкает, то вероятности лайка для него будут большие. Для всех постов. Если он мало лайкает, то они будут маленькие. Здесь есть много какой-то информации, но на самом деле мы ее не используем. Мы просто ранжируем посты, и нам не важно, будет много пользователей лайкает или мало. Мы хотим сделать свою работу максимально хорошо. На то, чтобы предсказывать какие-то дополнительные сведения, в частности вероятности, мы расходуем емкость модели. Давайте рассмотрим пример, когда, может быть, нужны именно сами вероятности. Например, мы хотим уменьшить негативный фидбэк на платформе. Для этого мы обучим классификатор, который будет предсказывать вероятность дизлайка, и пофильтруем по какому-то порогу пары пользователь пост. Здесь именно важны вероятности, потому что мы их будем сравнивать с каким-то фиксированным порогом, и таким образом можем уменьшить число дизлайков на платформе. В нашей же задаче нам нужно просто ранжировать посты внутри одной сессии. Соответственно, вероятности нам не нужны. Что можно с этим сделать? Нам нужно избавиться от ненужного свойства модели, то есть ее предсказания. Мы хотим, чтобы предсказания были осмыслены только внутри сессии и имели какой-то относительный смысл, чтобы у предсказаний не было абсолютного смысла. Как можно этого добиться? Стандартная функция потерь для обучения классификации – бинарная кросс-энтерапия. Она как раз обучает модель предсказывать вероятность того или иного клика. Давайте поменяем ее на pay-wise-loss. Это другая функция потерь, но которая уже оптимизирует модель на ту задачу, как раз которую нам нужно решать – сравнивать посты внутри одной сессии. У нас есть пользователь и есть два поста. С помощью этой функции потерь модель научится понимать, что какой-то пост лучше другого внутри этой сессии пользователя. С первым минусом разобрались. Давайте рассмотрим другие два. Они на самом деле похожи. Мы независимо агрегируем предсказания в конце. И, соответственно, эти предсказания получены какими-то независимыми моделями. Это приводит к тому, что каждую модель нам нужно прогонять. Если мы хотим увеличить количество таргетов, это прям сильно вырастет ответа, это плохо. И не учтены сложные зависимости. То есть мы опять как-то неэффективно обучаем модель. Что с этим можно сделать? Идеально было бы получить какую-то единую модель, которая решала бы задачу без каких-то прокси-задач. И, соответственно, раз модель одна, то и inference делать для нее нужно только один раз. Как этого добиться? Давайте вынесем знание задачи на этап обучения. Вместо того, чтобы взвешенно агрегировать предсказания, будем взвешенно суммировать лоссы. Мы приходим к нашей функции потерь, мультитаргет, паервайс, лосс. По сути, она представляет из себя ровно это. Это взвешенная сумма паервайс лоссов по каждому из таргетов. Если подвести небольшой итог, то модель умной ленты представляет из себя единую модель, которая обучена на мультитаргет паервайс лосс, который представляет из себя сумму паервайс лоссов по каждому из базовых таргетов. И такая модель работает хорошо. Почему? Она оптимально расходует свою емкость, то есть у нее нет ненужных свойств, и предсказания модели мы используем полностью, как нам это нужно. Время и инференсы не зависят от числа таргетов. На обучении мы выбрали сколь угодно много таргетов, но применяем всего одну модель. И сложные зависимости учли на этапе обучения. Но также есть и минусы. Чтобы проверить конфигурацию весов, нужно переобучить модель. Что делать с этим, я расскажу позже. А сейчас несколько слов о том, как это можно завести на практике. Может показаться, что это как-то сложно, что нужно писать какие-то свои функции потерь и прочее. На самом деле нет. Достаточно какой-нибудь стандартной библиотеки, которая поддерживает базовый пейервайс лосс. Вот несколько шагов, как превратить обычный пейервайс лосс в мультитаргет-версию. Пускай у нас есть несколько таргетов, мы выбрали лайки, комментарии и клики по фото, и начнем решать задачу для каждого из этих таргетов в отдельности. Соберем датасет для лайков, для комментариев, для фоток. Но вместо того, чтобы дальше обучать модель на каждый из этих датасетов, склеим три датасета в один и проставим им веса. Вызовем обычную функцию fit. И на самом деле мы получим то, что хотели. Это будет в точности модель, обученная на мультитаргет-пейервайс лосс. Все просто, но если взять кейс ВКонтакте, у нас будет чуть сложнее. У нас очень большие датасеты. Средний датасет занимает где-то терабайт памяти. У нас много таргетов. Это приводит к тому, что в таком виде обучение будет слишком долгое. На каждый таргет нам, по сути, нужно скопировать датасет, потом все это склеить. В общем, в случае больших датасетов простой подход работает медленно. Чтобы с этим справиться, мы сделали свой билд к жабуста на спарке, в котором, в общем-то, вынесли всю мультитаргет-логику внутрь самой библиотеки, а наружу протащили возможность задавать таргеты и веса как массивы. Таким образом мы получили ускорение порядка 10 раз. И если раньше модели обучались порядка суток, то теперь время обучения занимает часы. Это на самом деле очень важно, потому что у нас осталась еще одна задача. Это подбор весов. У нас был минус в том, что в новой версии модель… Для того, чтобы подобрать веса, нужно обучить модель на каждую итерацию подбора весов. Напомню, что мультитаргет по Airwise Loss, он имеет веса при каждом из таргетов, и каждый вес задает то, насколько хорошо модель будет работать по каждому из таргетов. Если вспомнить слайд со сравнением моделей, можно заметить, что там вот был кейс, когда мы не можем сравнивать модели, и был хороший кейс, когда одна модель превосходит другую по всем таргетам, тогда мы можем сказать, что она точно лучше. Ее можно использовать. У нас как раз такая задача. Нам нужно найти конфигурацию весов, где новая модель будет лучше старой по всем таргетам. Делать мы это будем в оффлайне, и это, по сути, стандартная задача условной оптимизации. Для этой стандартной задачи есть стандартные решения, основанные на методах байсовской оптимизации, но они у нас тоже не работают. У нас, как я уже говорил, больше 10 таргетов, и стандартные решения требуют слишком много итераций, чтобы найти хоть какие-то удовлетворительные веса. Если еще учесть, что для проверки конфигурации весов нам нужно обучить модель, то это занимает бесконечно много времени. Чтобы с этим справиться, мы разработали свой алгоритм. Вот в чем его суть. Проблема общих решений в том, что они слишком общие. Они не учитывают специфику задачи, а в данном случае есть специфика, и она очень ярко выражена. У нас есть набор таргетов, при каждом таргете есть вес, и мы точно знаем, как меняется метрика при таргете, когда мы меняем ее вес. Если мы увеличиваем вес при таргете, метрика растет, если уменьшаем, падает. Применив это знание, можно придумать итеративный жадный алгоритм. На каждой итерации будем определять те таргеты, по которым мы выигрываем, и занижать при них веса. Это будет приводить к тому, что мы начнем чуть хуже работать по этим таргетам, но лучше по другим. Будем так делать, пока, в общем-то, не сойдемся. Для таргетов, у которых мы уменьшаем, будем уменьшать до того момента, пока мы не перестанем выполнять ограничения. Как только этот момент настанет, перейдем на другие таргеты. До того, как мы придумали этот алгоритм, мы подбирали веса руками. Это было очень долго, муторно. Такой алгоритм сильно упростил нам жизнь. Мы назвали его «релакс». По сути, название обусловлено тем, что на каждой итерации мы релаксируем веса вот от этого такое название. Небольшая визуализация, как работает алгоритм подбора весов. Пускай у нас есть новая модель или какая-то старая, новая по session level аукам в лайках проигрывает, но выигрывает по комментариям и фото. Алгоритм увидит, что можно занизить веса при комментарии и клике по фото. Он это сделает. Мы начнем работать чуть хуже по комментам и фото, это по лайкам лучше, но все равно еще недостаточно. Здесь видно, что по фото плюс-минус мы работаем так же, как старая модель, а по комментам есть еще пространство для маневра. Мы уменьшим веса там снова. После этого вырастет аук по лайкам и фото. Вот мы придем в какую-то конфигурацию, которую искали. Новая модель лучше по всем таргетам. Если подвести итог, модель умной ленты — это модель, обученная на мульти-таргет Pairwise Loss, которая учитывает одновременно много разных таргетов. Для того, чтобы обновляться, мы подбираем веса с помощью алгоритма Relax. Мы внедрили такой подход во все наши рекомендательные системы, в друзья, истории, товары и прочее, и везде получили огромный рост офлайн и онлайн метрик. Небольшой слайд про какие-то ключевые идеи, которые мы вынесли из нашей работы. Первое. Вместо вероятности лучше предсказывать порядок там, где это нужно. Если у нас задача ранжирования, давайте предсказывать какое-то ранжирование о невероятности. Вместо того, чтобы агрегировать предсказания, всегда лучше агрегировать лоссы. Это поможет наиболее эффективно решать задачу. Всегда полезно учитывать специфику задачи. Если что-то не получается, стандартными решениями, всегда можно придумать что-то свое, какое-то более узкое решение. И мультитаргет, паирвайс лосс завести очень просто. Пробуйте, делитесь результатами. Интересно посмотреть, что у вас получится. У меня все. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТЕЛЕСМЕНТЫ